дорогие друзья всем привет сегодня расскажу как подключить два и более роутеров в одну сеть как с помощью этого усилить сигнал вашей вай фай сети или создать еще одну точку доступа внутри сети рассмотрим два способа соединения роутеров кабелем или по вай фай поехали друзья если вам нужно восстановить удаленные данные просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера то в этом вам помогут программы компании hetman software перейдите на сайт по ссылке из описания бесплатно скачайте и установите нужную программу запустите анализ диска утилиты отобразят доступные для восстановления данные вы сможете просмотреть и вернуть их на нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса начиная от установки системы ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизации работы мобильных устройств наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям часто бывает ситуация когда одного роутера просто не хватает в том смысле что он не может обеспечить необходимый радиус покрытия вай фай сети в каких-то комнатах или помещениях просто нет сигнала вай фай или не хватает разъемов для подключения сетевых устройств думаю это знакомо всем кто делал вай фай сеть в большом доме квартире или многокомнатном офисе в таком случае конечно же нужно останавливать дополнительное оборудование и каким-то образом расширять сеть сделать это несложно есть несколько вариантов которые мы сейчас и рассмотрим первый это соединение двух и более роутеров с помощью кабеля необходимо прокладывать сетевой кабель от одного роутера к другому это не всегда удобно да но это самый надежный и стабильный способ если вам нужна стабильная сеть с хорошей скоростью и для большего количества устройству то лучше всего соединить маршрутизаторы именно кабелем второй способ это соединение маршрутизаторов без проводов по вай фай в таком случае используется соединение в режиме моста то есть виде с клиента или в режиме репитера по сути это одно и то же просто на роутерах разных производителей эти настройки сделаны по-разному и так дорогие друзья у нас есть главный роутер которому подключен интернет и он раздает вай фай сеть нам нужно установить еще один роутер например в другой комнате или на другом этаже этот второй роутер будет как бы усиливать вай фай сеть основного роутера и служить для расширения одной сети в удаленных помещениях второй роутер мы можем подключить к первому по кабелю или по вай фай давайте теперь детально рассмотрим оба способа соединения чаще всего роутеры связывают именно по вай фай это понятно ведь не нужно прокладывать кабель у меня в роли главного роутера выступает tp-link TL-VR841N он раздает вай фай сеть с названием headman software обратите внимание что роутер которому мы будем подключаться в режиме моста должен быть настроен то есть интернет должен работать он должен раздавать вай фай сеть о том как сделать такие настройки у нас есть отдельные детальные видео можете ознакомиться с ним по ссылке которая будет в описании вот здесь прежде чем перейти к настройкам второго роутера нам нужно настройках беспроводной сети главного роутера установить не автоматический а статический канал для беспроводной сети если у вас например в качестве основного роутера также tp-link то канал можно сменить в настройках на выкладке wireless или беспроводный режим в поле канал укажите статический канал например 1 или 9 любой и сохраните настройки статический канал установили из настроек основного маршрутизатора можно выходить а сейчас дорогие друзья небольшой анекдот у тебя трое детей и они так хорошо себя ведут это потому что раньше и было четверо а после такого прекрасного анекдота мы переходим к настройке роутера который будет у нас настроен в режиме моста vds у меня это модель tp-link archer c20 заходим в настройки роутера для начала нужно сменить айпи адрес нашего второго роутера это нужно для того чтобы в сети не было двух устройств с одинаковым айпи например если у главного айпи адрес 192 168 0 1 и у второго 192 168 0 1 то получится конфликт адресов перейдите на вкладку сеть то есть лэн в поле айпи адрес замените например последнюю цифру с 1 на 2 или как моем случае с 192 168 1 1 на 192 168 0 2 сохраните внесенные настройки почему так нужно знать какой айпи адрес у главного роутера которому мы собрались подключаться если у него 192 168 1 1 то на роутере который хотим подключить по vds меняем адрес на 192 168 1 2 а если у главного адрес 192 168 0 1 то второму задаем 192 168 0 2 важно чтобы они были в одной подсети снова зайдите в настройки только айпи адрес будет уже другой 192 168 0 2 который мы указали выше перейдите на вкладку беспроводной режим основные настройки в поле имя беспроводной сети можете указать имя второй беспроводной сети а в поле канал обязательно укажите такой же канал который установили в настройках главного роутера у меня это 9 канал дальше установите галочку возле включить vds и нажмите на кнопку поиск выберите из списка нужную сеть с которой роутер будет получать интернет напротив нужной сети нажмите на ссылку подключить нам осталось только в поле пароль указать пароль к этой основной сети введите его и для сохранения нажмите на кнопку сохранить после перезагрузки снова заходите в настройки второго роутера и прямо на главном экране вкладка состояния смотрим раздел беспроводной режим напротив состояние vds должно быть написано включено это значит что наш роутер уже подключиться главному роутеру и должен раздавать интернет по вай-фай но интернет будет работать только по вай-фай а при подключении к роутеру по кабелю интернет работать не будет для правильной настройки данной функции необходимо обязательно отключать dhcp сервера на том роутере на который настроен vds мост то есть на том который в моем случае 2 также нужно чтобы его локальный адрес был в той же подсети что изначальный роутер поэтому переходим в меню dhcp второго роутера и отключаем данную функцию на этом соединение двух роутеров по вай-фай закончена выберите правильное место для установки второго роутера чтобы он был в радиусе действия главного маршрутизатора установите на нем желаемое имя беспроводной сети и пароль о том как это сделать мы уже детально рассказывали в ролике о настройке беспроводной сети вай фай ссылка на которую оставлю в описании как создать сеть из нескольких роутеров соединенных кабелем есть два способа соединить несколько роутеров в одной сети с помощью сетевого кабеля это так называемая land land подключение то есть создание сети из нескольких роутеров соединяя сетевым кабелем их land порты и land land подключение то есть создание сети из нескольких роутеров, соединяем их с сетевым кабелем LAN-порт главного роутера с LAN-интернет-портом второго, подключаемого к основному роутеру. Давайте рассмотрим их детально. При LAN-LAN подключении берем два роутера и определяем для себя, который из них будет первым. Обычно это тот роутер, к которому проходит кабель с интернет от провайдера. Соединяем с сетевым кабелем LAN-порты основного роутера с дополнительным. Будем считать, что первый роутер у нас уже с настроенным соединением интернета, поэтому этот шаг пропускаем. Если же интернета на нем нет, то о том как его настроить смотрите наше видео о базовых настройках Wi-Fi роутера. Подключаемся к первому устройству и проверяем активирован ли на нем DHCP сервер. По умолчанию он обычно включен, для этого переходим в его настройки. Меню DHCP настройки DHCP. Включаем, если DHCP сервер отключен. Не забываем сохранить изменения. Затем подключаемся ко второму устройству и отключаем DHCP сервер, так как все адреса мы будем получать от первого роутера. Для этого переходим в его настройки. Меню DHCP настройки DHCP. Отключаем, если DHCP сервер включен. В разделе сеть, то есть LEN меняем IP адрес, чтобы он не совпадал с первым роутером. Например, на 192.168.02, так как на первом 192.168.01. Сохраняем. После перезагрузки второго роутера он должен работать в сети с первым, получать от него интернет и работать как беспроводная точка доступа. Второй способ соединения двух роутеров в одну сеть с помощью сетевого кабеля. При LAN-1 подключении соединяем с сетевым кабелем LAN-порт основного роутера с WAN-интернет-портом второго. Подключаемся к первому устройству и проверяем, активирован ли на нем DHCP сервер. По умолчанию он обычно включен. Для этого переходим в его настройки. Меню DHCP, настройки DHCP. Включаем, если DHCP сервер отключен. Не забываем сохранить изменения. Затем подключаемся ко второму устройству. На втором устройстве в разделе сеть, то есть WAN, выставляем тип подключения динамический IP адрес. Не забываем сохранить изменения. В разделе DHCP оставляем включенным DHCP сервер. Если на виддомом маршрутизаторе будут задействованы LAN-порты, также убедитесь, что их IP адреса не конфликтуют с адресами ведущего. То есть, если на основном роутере у нас задан диапазон от 192.168.0.100 до 192.168.0.199, то на виддомом лучше задать от 192.168.1.100 до 192.168.1.199. Но обязательно в рамках основной подсети. Сохраняем. После этого на каждом из роутеров может быть запущена отдельная точка доступа. Если все сделано верно, оба роутера будут подключены к интернету, будут находиться в одной сети и иметь доступ к сетевым устройствам. Это были все способы подключения нескольких роутеров в одну сеть, проводную и беспроводную. Если в процессе настройки подключения нескольких роутеров в одну сеть у вас возникли какие-то вопросы, то можете их задавать в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если видео было полезным. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok